МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это консультирование и помощь семям мобилизованных. В Доме офицеров работает Центр поддержки семей мобилизованных. Это очень важно. Верующий человек. И хочу чаще сюда приходить и знать, по каким часам работает. В Машкове осветили храм Георгия Победоносца. Я приехала на выставку преподавателя. Это преподаватель живописи. Мне очень нравится. Я в восторге. Выставка «Пути творчества» проходит в музей на выставочном комплексе Люберец. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. С докладами о проделанной работе выступили руководители структурных подразделений и ведомств. Подробности в материале моих коллег. 2400 обращений поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе. В период с 17 по 23 октября возбуждено 23 уголовных дела. 18 преступлений сотрудники правоохранительных органов раскрыли по горячим следам. Также было 180 ДТП с четырьмя пострадавшими. Больше никаких резонансов преступлений не было. Без серьезных происшествий прошла неделя и у Люберецких спасателей. На территории городского округа произошло три пожара. Во всех случаях загорелись автомобили. Пострадавших нет. 20 октября в 16 часов 35 минут Люберец, улица Попова, у дома 2046, обгорел автомобиль Volkswagen Polo по всей площади без пострадавших. 21 октября в 13 часов 28 минут поселок Октябрьск, улица Школьная, у дома 2, также обгорел автомобиль Cadillac. И 23 октября в 2 часа 58 минут поселок Красково, улица Карла Маркса, у дома 118, друг 19, обгорел прицеп фура. Служба ЖКХ функционировала в штатном режиме. Аварийных ситуаций на прошлой неделе не произошло. В округе идет плановая работа по замене лифтов в МКД. 37 подъемников из 39 уже установлены. Также в городском округе Люберец продолжается реализация краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на 22 год у нас запланировано отремонтировать 135 домов. Выполнен ремонт уже в 93 и 41 дом находится в работе. По таким видам работ, как ремонт фасадов, ремонт балконов, ремонт кровель, замена домовых инженерных систем, ремонт отмосток и сюда же входит замена лифтового оборудования. В плановом режиме работает управление благоустройства и дорожного хозяйства. За неделю с дворовых и общественных территорий городского округа вывезено 670 кубометров мусора, а с региональных и муниципальных дорог более 500 кубических метров. Свои отчеты представили также сотрудники парков, спорткомитета и управления территориальной политикой и социальных коммуникаций. Луиса Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжается проверка управляющих компаний на готовность к зимнему периоду. На этот раз посетили «Пик комфорт». Подробности в нашем сюжете. Трактора, лопаты и ломы. Вся снегоуборочная техника и инвентарь готовы к предстоящим холодам. Но чистота и порядок невозможны без людей. Поэтому ежедневно во дворах домов будут трудиться 59 дворников. На случай обильных снегопадов дополнительно выйдут еще 10 человек. Подготовку к зимнему сезону управляющая компания начала заранее. Заранее мы заказали, закупили реагенты. Теплую одежду для дворников. Тут же дополнительный персонал мы набираем. У нас уже есть кандидаты, которые с 1 ноября к нам выйдут. Поэтому подготовку начали заранее, не ждали снегопада. Уже есть 19 тонн реагентов. Придет еще 20. Также с 1 ноября появится два новых «Бобкета». Оценить степень готовности управляющей компании к зиме приехал Владимир Ружицкий. Наша задача – нацелить управляющие компании на обильные снегопады. Мы будем работать совместно с управляющими компаниями, с нашими жителями. Есть очень активные жители, которые вовремя нам сигнализируют, дабы поправить ситуацию. Будем надеяться, что зиму пройдем без эксцесса. Во время сильных снегопадов компания также планирует привлекать дополнительную технику. В обслуживании «Пиккомфорт» 59 многоквартирных домов в районе Красной Горки. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Управляющая компания «Самолет-сервис» к зиме готова. Состояние техники и личного состава проверено в ходе смотра. Предприятие проинспектировал глава округа Владимир Волков. Управляющая компания «Самолет-сервис» обслуживает одноименный жилой комплекс, расположенный в микрорайоне Зенино. На балансе 60 многоквартирных домов. Общая площадь 859 тысяч квадратных метров. У нас порядка 80 сотрудников задействовано на уборку в зимний период. Также задействована механизированная техника, снегоуборочные машины, погрузчики, мини-погрузчики, роторные снегоуборочные машины в количестве 12 штук. В летний период вся техника прошла плановое техническое обслуживание. Закупили два трактора МТЗ-320. Рафаэль Мелконян – тракторист. Летом выполняет работы по благоустройству, озеленению. Зимой главная задача – уборка снега. В своей технике уверен. «Подготовки не требуется. Она свежая, новая. И не первый год работаем». Бюджет компании на предстоящую зиму увеличен. Поэтому дополнительно набрали 20 сотрудников. Новичков полностью обмундировали. Закупили зимнюю форму одежды и светоотражающие жилеты. «Но самое главное – нам проверять силы и средства перед зимним периодом, для того, чтобы своими глазами, пообщавшись с коллективом, понять, что с техникой, что с настроем людей, что с реагентами, какое количество песко-соляной смеси заготовлено». «У нас есть территория застройщика. Застройщик еще продолжает строительство домов в данном ЖК. На этой территории мы складируем порядка 230 тонн песко-соляной смеси, 50 тонн реагента». Владимир Волков осмотрел технику, пообщался с коллективом и выразил уверенность, что зимний период кампания пройдет достойно. Также он порекомендовал коммунальщикам своевременно реагировать на просьбы и вопросы жителей. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе состоялась очередная встреча с жителями. На ней люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Об итогах расскажут мои коллеги. В Люберцах создана инициативная группа, которая будет собирать гуманитарную помощь мобилизованным и адресно ее доставлять в учебные части, где люберчане проходят боевую подготовку. О создании группы рассказала Светлана Казакова. Ее муж 8 октября добровольно пошел защищать рубежи Отечества. «Он у меня десантник. И, конечно, как только он узнал о мобилизации, он сразу откликнулся, готов защищать Родину, готова помогать нашим солдатам. Сейчас мы собираем информацию, кто где находится, я буду ответственная. А все, что нужно, мы поддержим, мы докупим, мы вместе мы сила, прорвемся». Ирина Кузнецова – участница клуба «Активное долголетие». Чтобы поддержать здоровье и физическую форму, посещает различные занятия. Особенно нравится плавание. Однако оплачивать полную стоимость посещения бассейна ей, как и многим долголетам, не по карману. «Мы попросили администрацию, чтобы они подняли вопрос о социальной карте, чтобы мы могли за свои деньги, но по социальной программе, покупать, например, на месяц абонемент в любой фитнес-клуб». На встрече рассмотрели вопросы ЖКХ и благоустройства, установки светофоров, предоставление жилья очередникам и возможность заниматься спортом на школьных стадионах. По словам начальника управления образования Виктории Бунтиной, в округе с 6 утра до 22 часов для жителей доступны 18 универсальных стадионов. Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Семьи мобилизованных граждан оказывают всестороннюю поддержку. Чтобы узнать, какие вопросы волнуют родственников призванных жителей городского округа, в Люберецком военкомате организовали с ними встречу. Подробности далее. В актовом зале военного комиссариата собрались жены, родители и дети. Тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Здесь не только жители Люберец, но и соседних городских округов. Чтобы не оставить такие семьи один на один со своими проблемами, проводится большая работа. Связь с ними поддерживается как дистанционно, так и очно. На этой встрече обсудили наиболее часто задаваемые вопросы. Все, что связано с детьми, с кружками, с питанием, с лечением, абсолютно все вот эти проблемы, просьба говорить для того, чтобы мы выработали все механизмы. И у нас в дальнейшем вот эта система заработала. Нам нужно, чтобы у каждой семьи, у каждого члена семьи не было проблем. Поэтому мы для этого и собрались с ними. Возможность задать вопрос дали всем присутствующим. Каждое обращение зафиксировано в протоколе и каждую просьбу будут отрабатывать индивидуально. Для удобства семей мобилизованных создан специальный чат, куда они могут обращаться за помощью в любую минуту. Уже больше недели в Люберцах в Доме офицеров работает Центр поддержки семей мобилизованных люберчан. Здесь консультируют и принимают гуманитарную помощь. С работой Центра ознакомился глава округа. Организационные вопросы позади. Центр работает в полную силу. За столами волонтеры, учащиеся и студенты, перед которыми поставлены две задачи. Первая – прием звонков. Основная наша тема, тема сейчас, которой мы занимаемся, это консультирование и помощь семьям мобилизованных. Ну, как правило, там консульционного характера вопросы. Люди задают, спрашивают. Мы стараемся включаться в каждый отдельный взятый кейс и его решать. Второе направление – прием гуманитарной помощи. Елизавета Лувьина – студентка Люберецкого техникума имени Гагарина. Девушке нравится работать с людьми. Разные вещи всякие, книги приносят, разные продукты, много всего. Не с пустыми руками пришел и глава округа Владимир Волков. Он передал несколько пакетов с продуктами. Главное условие – они не должны быть скоропортящимися. Издаем. Как? Так все происходит. Вы присаживаете? Я стой. Сейчас запишем. Волонтер записывает данные посетителя и отправляет продукты или вещи на склад. Под него отвели часть помещения. Вера Михайлова – репетитор. Пришла, чтобы предложить безвозмездно свои услуги детям из семей мобилизованных. Мой предмет – математика. Так что готова позаниматься с ребенком, у которого папа или брат. Кто-то ушли на нашу и своего. Потому что очень тяжело все это сейчас воспринимать. Центр работает ежедневно. С 10 утра и до 5 вечера. По словам волонтеров, люберчане приходят и звонят часто. Вопросы отрабатываются те, которые связаны с детьми, с питанием, с выплатами, с помощью информационной. Нужно найти определенного призывника, нужно передать какую-то информацию. То есть здесь оказывается поддержка информационная по любому направлению. Очередная партия гуманитарной помощи будет отправлена на областной пункт сбора на этой неделе. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Семьям люберчан, мобилизованным для участия в специальной военной операции, оказывается адресная помощь. Работа уже начата. Депутаты Московской областной думы и окружного совета депутатов посетили семью Александра Богатого. Подробности в следующем сюжете. Как зовут? Давайте знакомиться. Сейчас придем, мы вас отварим, какой красивый. У Александра Богатого трое сыновей. Матвей, Макар и Степан. Младшему три года, старшему одиннадцать. Какой молодец, Макар. А тебя как зовут? Матвей. Матвей, Матвей, ты уже взрослый. Ты в каком классе учишься? Уже в пятом. Уже в пятом? Молодец. Главу семьи призвали 4 октября. Сейчас находится в Серпухове. По военной специальности он водитель-механик. Я очень просто переживаю и до сих пор переживаю, как он там будет. Я понимаю, что это надо, что это необходимость. Конечно, страшно. Но я уверен, что все будет хорошо. Получилось так, что когда вышел закон о том, чтобы трое детей не мобилизовывать, он решил остаться в воинской части. Жена ему согласовала, чтобы он пойдет защищать нашу страну. Депутаты проинформировали Анастасию Богатого о том, какая помощь ей положена. Это льготы по коммунальным платежам, бесплатное питание в школе, детском саду и посещение новогодних мероприятий для детей, бесплатные кружки и спортивные секции. Два сына в семье занимаются тэквондо. Это кружки не только в самой школе, это может быть и по городу. Просто вы выберите, посмотрите. Если надо, Елена Николаевна, дадите телефон со Светланой напрямую, социально-членок управления образованием поговорим. Но главный вопрос для Анастасии Богатого и вопрос трудоустройства. По образованию женщина-юрист. Опыт есть, но с тремя детьми найти место с подходящим графиком сложно. Депутаты пообещали помочь. Мы все приготовили. Мы положим тут. Тут и детские, да, и детские. Теперь за каждым депутатом Совета депутатов округа закрепят семьи мобилизованных, которые он будет курировать и оказывать необходимую помощь. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жителю городского округа Люберцы Василию Савченко передали на хранение удостоверение к ордену Красной Звезды, его младшего брата, который погиб во время Великой Отечественной войны. С такой просьбой герой нашего сюжета обратился к президенту России Владимиру Путину. Подробности истории в материале Луизы Иги Азарян. Перед войной заканчивал седьмой класс, когда началась война. Его последний раз видел, когда он прошел к нам, у него автомат был ППШ, он партизан, разведчик. Женя погиб 30 апреля 1944 года. А Адам, старший брат, Адам Адамович, он погиб 5 мая уже. Но кольцо прорвали, население вывели. От младшего брата остались только воспоминания, ни фотографий, никаких либо вещей, напоминающих о нем у Василия Адамовича не сохранилось. И лишь недавно, благодаря внучке, удалось найти вот этот наградной лист, на котором указано, что Евгений Савченко отмечен орденом Красной Звезды. Когда написали в Беларусь президенту Лугашенко, нам через месяц ответили, что все документы. Когда распался Советский Союз, мы передали России. Следующим шагом стало обращение к президенту России. Вот заветное удостоверение к ордену, которое является еще одним напоминанием о брате, дошло до Василия Савченко. Вам огромное спасибо, огромное удостоверение Савченко Евгению Адамовичу орден Красной Звезды указом президента Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 года. У самого Василия Адамовича тяжелая судьба. В 10 лет он попал в Освенцим. В этом же концлагере погибли родители. Детство, проведенное за колючей проволокой, жестокие опыты фашистов до сих пор живут в его памяти. В этом году Василий Савченко отметил свой 90-летний юбилей. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В деревне Машково состоялось великое освящение храма великомученика Георгия Победоносца. Обряд провел архиепископ Подольский Люберецкий Акси. Подробности важного для прихожан события у нашего корреспондента. Раннее утро. В округе раздается звон колокола. На территории храма Георгия Победоносца десятки прихожан и священнослужители. Сам храм еще не построен, поэтому обряд запланирован в небольшом деревянном храме имени Вячеслава Котельниковского. Это исторический такой момент, когда освящается престол в памяти о тех великих событиях, которые были совершены 2000 лет назад, когда Христос пришел на землю. И каждая церковь – это маленький эпизод библейской истории. Храм в Машково долгожданный. Многие годы местные жители были вынуждены посещать церкви, расположенные в соседних населенных пунктах. Сейчас жители деревень Машково, Марусина и Матяково приходят сюда. Для моей семьи очень важно ходить в храм, исповедоваться, причащаться. А поблизости не было. Нужно было ходить куда-то далеко. А здесь именно вот такой вот образовался у нас приход. Нужно детей приучать к церкви, к Богу. В душе должно быть тепло, потому что есть вера в чудеса. Не просто так все в нашей жизни. В тяжелые времена сейчас, конечно, очень хочется, чтобы больше народу верили, приходили, молились за наших, за солдат. Для меня это очень важно. Верующий человек. И хочу чаще сюда приходить, если знать, по каким часам работает. Обряд великого освящения будущего храма Георгия Победоносца провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Чтобы по молитвам святого великомученика и Победоносца Господь здоровал нам крепкий, верный и неотъемлемый мир. Каменный храм Георгия Победоносца возведут рядом с храмом Вячеслава Котельниковского. Он сможет вместить 500 человек. Также здесь построят благотворительные учреждения, которые вместе с новой церковью составят храмовый комплекс. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Медицинские работники ежедневно помогают людям. Обязывает их это делать не только профессия, но и зов сердца. Один из таких примеров заведующая эндокринологическим отделением Люберецкой областной больницы, а по совместительству и окружной эндокринолог Наталья Габкало. О ее профессиональном выборе и рабочем пути в нашем следующем сюжете. Леночка, готовь инвузию, пятую палату к пациенту, я сейчас назначение все дам. Ее рабочий день уже долгие годы начинается стандартно. Планерка, сбор данных о состоянии пациентов, их осмотр и назначение дальнейшего лечения. Свою работу люблю за конечный результат. Мы видим, какой пациент к нам приходит с декомпенсацией, допустим, сахарного диабета. Почему? Потому что у нас больше пациентов с патологией углеводного обмена. И какой он при выписке. Кем стать Наталья Габкало знала еще школьницей. Определиться с профессией помогла мама, которая тоже была медицинским работником. Поэтому после школы Наталья поступает в медицинское училище. Заканчивает его и остается там работать. При этом одновременно поступает еще и в институт. Ради мечты – стать врачом. Ну, тяжело, что делать. Учиться надо было, раз избрала профессию. Хотела стать врачом. В Люберецкую областную больницу она пришла на должность врача-эндокринолога. Сразу после окончания института. Заведующей стала в 2013 году. Ежегодно через ее отделение проходит около тысячи пациентов. Очень квалифицированный врач. Наблюдаю с ним 15 лет, собственно говоря. Впервые попал к ней и в последующие годы также вела меня. Главное – следить и вовремя посещать лечебное заведение. Врачи, медицинские сестры и младший медперсонал. Всего в эндокринологическом отделении 16 человек. Коллектив устоявшийся. Многие работают более 10 лет. С 83-го года с Натальей Николаевной мы работаем вместе. Начинали в терапевтическом отделении в ЦРБ и Люберецкой районной больнице. Вспоминая возможности лечения в начале своей карьеры и сейчас, Наталья Габкало радуется прорыву, который сделали в области эндокринологии за последние годы. В инсулинах большая разница. У нас сейчас много раньше шли человеческие, там свиные инсулины, а сейчас у нас аналоги современные, быстрого действия. Много сахароснижающих препаратов нового поколения, причем с хорошим положительным эффектом предназначения. В медицине Наталья Николаевна уже 40 лет. 27 из них врачебного стажа. Говоря о выборе профессии, она немногословна, но очень точна. Тяжело, конечно, но не пожалела. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжаются профилактические рейды, направленные на снижение травматизма в зоне движения поездов. Статистика несчастных случаев на железной дороге по-прежнему вызывает тревогу. На днях в Люберцах произошло очередное происшествие. Непредупреждающие сигналы электропоезда, небесконечные напоминания об опасности не останавливают. В погоне за экономией времени и денег люди рискуют собственной жизнью. Совсем недавно на этом участке, недалеко от станции Ухтомская, скончалась 60-летняя женщина. Пыталась либо пройти через пути около платформы, либо залезть даже на платформу. Ее сбил поезд, она к нему спиной находилась. За последние 10 месяцев на территории городского округа Люберцы на железной дороге погибли 15 человек. В аналогичном периоде прошлого года – 13. Чтобы снизить печальную статистику, сотрудники администрации, полиции, РЖД, а также представители административно-пассажирской инспекции проводят совместную работу. Выявляют нарушителей и ликвидируют несанкционированные проходы. Да, это работа постоянная, непрекращающаяся еженедельно. В некоторых местах ежедневно проводятся работы по ликвидации проломов в ограждении. Но несмотря на это, опасные тропы появляются вновь и вновь. В сентябре эти проломы на улице поселок Калинина были закрыты. Сейчас здесь снова каждую минуту появляются нарушители. Статья 11.1, часть 5 административного кодекса вами нарушена. У нас очень часто здесь на этом мосту гинут люди. Вы тем более идете по телефону, отвлекаетесь. Поезда сбивают часто людей. В первый раз предупреждение, а в следующий штраф. Правда, его сумма составляет всего лишь 100 рублей. Депутаты Московской областной думы выступили с инициативой поднять ее в 20 раз. Законопроект пока на рассмотрении Госдумы. В этой одежде можно лежать на льду и при этом уберечься от переохлаждения. Находиться в лесу, не опасаясь укуса клещей. Взаимодействовать с открытым огнем или током и не получить травму. Уже 26 лет компания «Энергоконтракт» производит костюмы и средства индивидуальной защиты от производственных рисков. На предприятии, благодаря которому спасено сотни жизней, побывали мои коллеги. Полный цикл создания специальных средств индивидуальной защиты. От изготовления аромидных тканей до пошива готовой продукции. Перед тем, как попасть к потребителю, каждое изделие проходит несколько этапов. Ведь главная миссия этой спецодежды – сохранить жизнь и здоровье тем, чей ежедневный труд связан с рисками. Это энергетики, спасатели, лесозаготовители, нефтяники и пожарные. Вот как выглядит костюм после воздействия электрической дуги. На двух этажах предприятия – швейное производство. Ежедневно здесь трудится до 150 человек. За день из-под этих станков выпускают около тысячи единиц изделий. Далее спецодежда проходит влажно-тепловую обработку, упаковку и попадает на склад готовой продукции. У нас самое современное оборудование. Швеи тяжело, конечно, привыкают к этому оборудованию, но мы их обучаем. У нас есть служба главная механика, которая помогает нам в этом. Контролируется все со стороны мастера и технолога, выполнение операций, приемы. Всего на предприятии работает более 1100 сотрудников. В прошлом году компания расширила свои производственные мощности, открыла новое помещение площадью 5000 квадратных метров. Конечно же, мы всегда будем поддерживать и быть в контакте с предприятиями промышленного сектора, так как в первую очередь это рабочие места для нас, это налоговая база. Конечно же, наш округ всегда будет процветать, если будут развиваться и строятся новые промышленные предприятия. Энергоконтракт – это не просто промышленное предприятие, а научно-производственный комплекс. Здесь не только создают продукцию по наработанной годами схеме, но и ищут новые решения, чтобы уберечь как можно больше людей даже в самых экстремальных условиях. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецком филиале МОС «Трансавто» прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня образования предприятия. Поздравления, награды, подарки и планы на будущее. Подробности праздника в материале нашего корреспондента. 75-летие Люберецкого филиала МОС «Трансавто» праздник отложенный. По документам дата наступила еще в мае, но торжества по случаю юбилея перенесли на осень и провели в преддверии профессионального праздника – Дня автомобилиста. Наш коллектив достиг высоких показателей в работе. Самое важное, наверное, это то, что мы получили новый подвижной состав, и с новым подвижным составом мы будем качественно выполнять пассажирские перевозки по нашим городским образованиям, которые обслуживают МАП-1. От администрации округа коллектив поздравил заместитель главы Александр Сорокин, который вручил директору предприятия благодарственное письмо Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Разрешите поздравить вас с вашим еще юбилеем 75 лет. Пожелать вам удобных, ровных, чистых, безопасных дорог, вежливых водителей, верных попутчиков, здоровья семьям и мирного неба над головой нам всем. Депутатский корпус представили первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Шлопак и депутат Александр Мурашкин, которые вручили грамоты Совета депутатов. Ряд работников удостоен нагрудного знака – почетный работник МОС «Трансавто». Главное условие – стаж работы более 10 лет. Среди награжденных знаками, благодарностями и грамотами – водители, сварщики, станочники, слесари, диспетчера, уборщицы, мастера, экономисты и другие специалисты предприятия. Хочется сказать, конечно, огромное спасибо нашему коллективу сегодня в это время, когда водитель важен, нужен и ценен, и мы продолжаем заниматься набором водителей. Гости юбилея отметили, что успех предприятия – это прежде всего преданность профессии и сплоченность коллектива, поэтому ему пожелали быть дружным. Также свои награды вручили представители профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкая гимназия номер 5 имени героя Советского Союза Николая Власова отмечает юбилей. Образовательному учреждению 60. На торжестве собрались учителя, ученики и выпускники разных лет. В каждом созвездии ты моя, мне на земле тебя краше. Твои звездочки верные, школа любимая наша. Этот праздник объединил людей, для которых 5-я гимназия была, есть и остается номером один – самой любимой и родной. Вся жизнь моя прошла в гимназии номер 5. Я закончила эту школу в 1979 году. У меня две дочери, которые тоже закончили школу. А сейчас у меня учатся внуки. Всем хочу пожелать здоровья и коллегам, и детям. И самое главное – мира на всей земле. К поздравлениям присоединились ученики. Для многих из них гимназия стала вторым домом. Никогда бы не перешла в другую школу. Для меня эта школа почти как семья, потому что здесь я нашла своих друзей, которые очень часто меня поддерживают. Простые души, приветливые учителя, которые, если что, могут объяснить что-то. Я желаю, чтобы, несмотря на все успехи, которые есть сейчас, в дальнейшем все было больше и больше каких-то побед. В адрес коллектива школы прозвучало много теплых слов. Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда. Диана Ильина проработала здесь учителем математики почти 50 лет. Приветливые учителя были, очень внимательные ученики. И отношение у нас с учениками было просто превосходное. Школа, она грела, она давала и учителям, и ученикам общение, знания, радость. И, конечно, я с удовольствием здесь работала. История школы – это частицы жизни каждого ее ученика и учителя, их общие достижения и победы. А очередной юбилей, по мнению директора гимназии, не просто красивая дата в школьном календаре. Это какой-то определенный этап, когда стоит остановиться, оглянуться назад в прошлое. Причем оглянуться назад с большим благодарностью тем поколениям, педагогическим коллективам, которые работали здесь. Те люди, которые заложили основу для того, чтобы мы дальше продолжали их традиции. За 60 лет школу окончили 3,5 тысячи выпускников. Сегодня пятая гимназия – это два учебных корпуса, где обучаются 1200 человек, а также дошкольное отделение, которое посещают 970 малышей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Детский сад «Звездочка» отметил свое 50-летие. Юбилей дошкольное учреждение отпраздновало с размахом. Гостями праздника стали депутаты Московской областной думы, окружного совета депутатов, а также глава Люберец. За 50 лет детский сад выпустил 2500 детей. Воспитанники меняются, а коллектив остается. В «Звездочке» есть сотрудники, которые работают почти с самого основания. Людмила Мусалямова в должности медсестры. Уже 40 лет. Я люблю это место, мне очень нравится. Детки наши очень умные, хорошенькие, конечно. Коллектив очень хороший в детском саду, все дружные. У нас очень много людей, которые работают много здесь лет. Поэтому мы как-то живем, как одна семья. За эти годы у детского сада было 4 заведующих. В последние 20 им руководит Любовь Синюкова, для которой работа стала больше, чем просто работа. Это мой дом, это моя жизнь. Это не только моя жизнь, это воплощение всех моих мечтаний. Я здесь творю. Если мне кто-то испортил настроение, мои дети, мои воспитанники очень быстро его поднимают. Потому что дети в детском саду до 7 лет – это ангелы. И если ты к этим ангелам относишься с душой, с сердечностью, то тебе и воздается. Всего в «Звездочке» 9 групп. Одна из них ясельная, две логопедические. На юбилей любимого сада воспитанники подготовили творческие номера. Поздравить коллектив детского сада приехал глава округа Владимир Волков. Там, где действительно отношение как к семье, у такого коллектива всегда все получится. Это счастье. Родители могут привезти, отдать свое чадо и забрать вечером счастливого ребенка. Детский сад «Звездочка» был построен в 1972 году для детей военнослужащих. И находился на балансе Министерства обороны. А в 2013 он перешел в ведомство муниципалитета. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Чем колбаса отличается от рыбы? Что такое монопод, хромакей и удочка? Сколько текстов в день проверяет шеф-редактор телеканала. Об этом и многом другом во время экскурсии на Люберецком районном телевидении узнали ученики седьмого класса. Подробности о визите юных гостей в нашем материале. Сегодня мы вам расскажем, как функционирует наш телеканал. На экскурсию пришли ученики медиа-класса. Поэтому некоторые представления о телевидении у них уже есть. Но это не помешало сотрудникам ЛРТ удивить их и показать что-то новое. Вот так выглядит рыба. У нас здесь находятся синхроны. За кадром, соответственно, начитка корреспондента. Опять идет синхрон. Можно включить, наверное, звук, чтобы послушать. Работать на телевидении стремятся многие. А оказаться на месте ведущего и вовсе мечта, которую смогли осуществить некоторые из юных гостей. А еще они заглянули в редакцию, монтажную студию, пообщались с редакторами телеканала. Побывали там, куда сложно пройти обычному человеку. А это самое сердце телеканала, благодаря которому телезрители видят результат командной работы всех сотрудников Люберецкого районного телевидения. Над одним телевизионным материалом работает целая команда, состоящая из шеф-редактора, корреспондента, телеоператора, монтажера и даже водителя. Результат их работы невозможно увидеть без серверной. Через вот эту серверную проходит сигнал телеканалов общероссийского значения для городского округа Люберца и в нашей сетке вещания. В нашей сетке вещания на 25-й кнопке вещает телеканал ЛРД. Он круглосуточный в формате HD. Побывав во всех отделах телеканала, многие успели определиться, в роли кого хотели бы себя попробовать. Сделать старт в профессии всегда легче под присмотром профессионалов. Мы достаточно давно работаем на телевидении и наш канал работает давно, поэтому мы для себя решили, что пора делиться знаниями. Для начала решили провести бесплатный мастер-класс, который пройдет 26 ноября в субботу. И мы ждем всех, кому интересно телевидение, кто хочет погрузиться в этот процесс. Обучение будет включать в себя основы телепроизводства, рекламы, блогинга, техники речи, работы с камерой. Обучать будут не теоретики, а практики с большим багажом опыта. Мне очень сильно интересно и хочется научиться у профессионалов. Мне бы хотелось научиться редактировать звук, когда снимают. Иногда некоторые звуки мешают. И этому я очень сильно хочу тоже научиться у профессионалов. При предъявлении этой листовки дается 70% скидка на видеовизитку. Потому что видеовизитка на сегодняшний день – это тоже очень важный продукт. Если ты хочешь о себе заявить, неважно, в соцсетях, где-то на сайте, даже просто пройти какой-то кастинг, то необходимо иметь видеовизитку. Бесплатный мастер-класс пройдет перед масштабным запуском проекта «Курс юного телевизионщика». Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Подмосковье проходит осенний этап московского областного проекта «Театральный поединок». На сцене Люберецкого дворца культуры встретились театр «Подмастерия» из Подольска и театральный экспресс «Детско-музыкальная школа номер 2» из Люберец. Мы вас любим! Это последний восьмой поединок, на котором команды поборются за игру в четвертьфинале. Всего в этом году участвуют 32 молодежных коллектива из 29 муниципалитетов Московской области. Городской округ Люберцы в проекте представили театральная студия «Образ» и команда музыкальной школы номер 2 «Театральный экспресс». Они обожают все эти раунды. Они каждый раз просят, а можно мы сегодня сделаем скульптурный раунд на занятия, а можно мы сегодня в предметный раунд поиграем. В общем, дети просто в восторге от всего, что происходит. Они обожают и образовательную программу этого проекта, и сами поединки. В «Театральном экспрессе» занимаются 30 детей. На поединок отобрали самых смекалистых. Ян Мельченко и Дарья Ермолаева участвуют в проекте второй раз. У тебя появляются какие-то новые знания. Здесь очень круто. Мне здесь очень нравится. Мне очень нравится участвовать в этом проекте. Ну, здесь очень классная комьюнити вообще. В принципе, здесь очень классная. Каждый раунд состоит из заданий в виде игровой импровизации. Команды состязаются в остроумии, находчивости и непредсказуемости. Во время поединка разыгрывают различные ситуации, многие из которых придумывают зрители. Как там красиво. Это смотри, а тебе звезды. А ты назовешь его в честь меня. В одном из раундов зрители и члены жюри увидели телескоп, свечу, танк, штангу и другие предметы, которые показывали конкурсанты, обыгрывает УБУС. В другом состязании ребятам предстояло описать предмет, не называя его. По мнению директора проекта «Театральный поединок», конкурсные и образовательные программы, мастер-классы пошли им на пользу. То, что мы используем при подготовке ребят, все эти тренинговые упражнения и вообще сама импровизация, это все полезно для жизни. Выходя на сцену, перед зрителем, большим залом, у вас очень большой зал. Конечно, они очень все переживают, волнуются, но вот это волнение, оно как раз такое полезное, в том плане, что ты работаешь с этим волнением, а дальше ты уже спокойно общаешься с любыми людьми, любого ранга, любого возраста. В четвертьфинал с небольшим отрывом вырвался Театр Подмастерья, но на этом поединок не заканчивается. Все команды встретятся в финале 3 декабря в Московском губернском театре. Здесь финалисты сразятся за первое место, а также состоится галоконцерт. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылось второе здание Театра Кукол Радуга на улице Шоссейная в доме 8. Первое, историческое, находится в Томилине. С какого литературного произведения труппа начала сезон на новой сцене, расскажем в нашем сюжете. В одном департаменте служил один чиновник. В кукольном исполнении главный персонаж Шинели Акаки Акакиевич, мелкий петербургский чиновник, оживает в руках актрисы-кукловоды и драматического актера, с которыми с этого года пополнилась театральная труппа. Мы решили пойти на эксперимент и добавили драматических актеров, чтобы разбавить кукольных актеров и драматическими. И у нас получился замечательный симбиоз. Ребята обмениваются опытом. Кукольники помогают драматическим осваивать куклы, а драматические помогают кукольникам подтянуть актерское мастерство. Профессиональное сценическое оборудование для новой сцены приобретено по государственной программе поддержки и техническое оснащение детских кукольных театров. Благодаря этому проекту мы получили федеральные средства, закупили оборудование световое и звуковое, а также поставили спектакль «Шинель». В следующем году также мы надеемся и планируем на эти средства закупить уже театральные кресла, продолжение всего зала и оборудование для онлайн-видеосъемки. Спектакль «Шинель» можно увидеть и по Пушкинской карте. Длится он час-пятнадцать минут. Рассчитан на возрастную категорию 12+. Всего же в репертуаре театра 17 спектаклей. Пути творчества. Выставка, которая открыта в музейно-выставочном комплексе «Люберец». Автор, член Союза художников Подмосковья Роман Железкин, который работает в жанре промышленный пейзаж. С этим направлением живописи познакомились и мы. Персональная выставка «Пути творчества» – некий итог работы художника. По словам Романа Железкина, когда проектировал экспозицию, то хотел показать путь, который преодолел. В зале представлено лучшее, что создал за последние 15 лет. Мне когда-то показалось интересным показать зрителю не просто пейзаж, хотя наша природа прекрасна, но еще и та рукотворная природа нашего мира, заводы, города, фабрики. Промышленный пейзаж – жанр, который преобладает в творчестве художника. Мосты, корпуса и трубы фабрик и заводов, цеха, люди труда и лозунги – главные элементы в полотнах Железкина. В его картинах есть вот эта эстетика свинцового неба, причем даже в обычных пейзажах, не только в промышленных металлогических заводах, которые он здесь показывает и представляет, но и в принципе в его работах, которые он показывает, очень легко войти в композицию картины и почувствовать себя частью происходящего на ней. Среди посетителей выставки – учащиеся Московского государственного педагогического университета. Конечно, не случайно. Роман Железкин преподает в УЗИ. Студентка Сюэ родом из Китая. Живет в городе Чэнду, в провинции Сычуань. Я приехала на выставку преподавателя. Это преподаватель живописи. Мне очень нравится. Я в восторге. С жанром, в котором будет работать, художник определился после поездки по каналу имени Москвы. Вдохновили промышленные пейзажи малых городов, расположенных вдоль него. Углича, Мышкина, Плёса. Я думаю, это очень хорошая выставка. Я смотрю, очень красивый пейзаж. И мне очень нравится его пройденный картин. Роман Железкин постарался оформить выставку в едином с точки зрения эмоциональности и цветового оформления стиля. Поэтому она может показаться мрачноватой. Но, по мнению художника, яркость не всегда олицетворяет радость. А тёмные тона – негатив. Очень много, скажем, идей из образности, попыток передать образность в своих работах мне дали иконы. То есть наша русская икона, это её духовное наполнение, духовный смысл. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ветераны люберецкого футбола провели 17-й мемориальный турнир ветеранов памяти легендарного футболиста Василия Дрюкера, который в 60-е годы выступал нападающим за командой «Люберец» «Локомотив» и «Торпеды». В атмосферу спортивного праздника окунула съёмочная группа телеканала ЛРТ. Отличная погода и новый стадион «Электрон» в Краскове. Всё, что нужно, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне. Организаторы и участники довольны. Совпадение по обоим пунктам. Кто-то уже гоняет мяч, а кто-то разминается. Многие из участников турнира знали Василия Дрюкера лично. Играли с ним, тренировались под его началом. Он в 60-е и 70-е блистал. Был сильный нападающий, играл за «Торпеды» «Люберца». Тогда первенство в Московской области вообще было серьёзным. Они в 64-м году, в 65-м, ну в 60-х годах выиграли первенство в Московской области и кубок, сделали дубль. Возраст футболистов от 55 лет. Среди игроков и любителей и в прошлом профессиональные спортсмены. Валерию Пантюхину 73 года. Мужчина готовится выйти на поле в составе «Люберецкой футбольной дружины». Вы знаете, когда собираются такие турниры, это не только память. Это общение, это встречи. И люди забывают про сложности. Есть вещи, которые в каждой семье есть. Есть много проблем и в стране, сейчас такая ситуация. Но когда выходят на футбольное поле, они как бы творят. Игроки приехали из «Люберец», «Дзержинского», «Котельников», «Латкарина», «Калуги» и других городов. Всего 8 команд. Поле поделили на две части. Одна встреча длится 20 минут. Играют в круг. Все со всеми до выявления сильнейшей команды. Мы как ветераны, мы все время поддерживаем это. Всего потому, что такого уровня люди, которые очень много сделали для регионального спорта. В частности, здесь, там Люберцы, вот этот весь наш микрорайон. По итогам всех игр первое место в турнире заняла «Люберецкая торпеда». Второе – дружина из «Дзержинского орбита». Серебро досталось калужской команде «Тайфун». Победителям вручили медали и кубки. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова